Всех приветствую. Если вы смотрите меня достаточно давно, то наверняка знаете, что помимо всего прочего, я иногда занимаюсь 3D-печатью. Есть у меня 3D-принтер, ну и в нынешних жилищных условиях его приходится ставить на лоджию, потому что больше его ставить тупо некуда. Ну а лоджия – это неотапливаемое помещение, ну и следовательно зимой там бывает довольно холодно. Настолько холодно, что принтер ругается на слишком низкую температуру и отказывается печатать. Наверняка это можно решить прошивкой и сделать так, чтобы он не ругался, но все же я считаю лучше просто сделать температуру воздуха в комнате немножечко теплее. Ну и в связи с этим я приобрел недорогой тепловентилятор. Я как-то привык к тому, что тепловентилятор – это довольно простая штука. Там всего лишь нехромовая спираль в роли нагревателя, ну и какой-нибудь двигатель, который приводит в движение вентилятор. Ну и естественно никаких микросхем и контроллеров там нет. Конечно могут быть еще какие-то дополнительные функции, типа индикаторной лампочки или термостата, но даже термостат там как правило механический. Ну а теперь давайте посмотрим, что я купил и что в этой штуке находится внутри. Разбирается она довольно просто. Здесь спереди вот такая рамка, она на защелках держится. Далее такая вот решетка металлическая. Когда эта вещь сгорит, подойдет для каких-нибудь колонок самодельных. Далее вот такая вот пластмассовая деталь, она держится на четырех винтах. Ну и далее, что мы видим? Мы видим, что тут все не так просто. Во-первых, обращает на себя внимание сам нагреватель. Как видно, это не просто нехромовая спираль. Здесь вот такие штуки, напоминающие радиатор. Но если посмотреть, как это все подключено, то провода приходят с одной стороны радиатора, а другая сторона ни к чему не подключена. Тут аналогично, но только их здесь две штуки вместе соединены. И приходит провод вот сюда. Ну и здесь вот то же самое. Ну и получается, что нагревателями являются вот эти вот проставки между радиаторами. Вот именно вот эти штуки и греются. А сами радиаторы уже нагреваются от них. Давайте проверим, так ли это. Допустим, вот я замеряю сопротивление на разных концах радиатора. Ну и получаю сопротивление очень близкое к нулю. То есть сама вот эта штука, она как бы греться не может. Ну а если я померяю сопротивление между разными радиаторами, то есть сопротивление вот этой вот пластины, ну тут их две в параллель, соединено, то я получаю сопротивление где-то, ну, 800-900 Ом. И это довольно странное значение, потому что если посчитать мощность по формуле у квадрата делить на R, то при напряжении 220 вольт мощность получается 55 ватт. Ну, учитывая, что здесь два нагревателя таких соединены параллельно, ну хорошо, допустим, 110 ватт. Но это явно не то. Явно здесь не 100 ваттный нагреватель. Мощность всего тепловентилятора заявленная 1200 ватт, мощность одной половинки логично, что 600 ватт. Но при этом сопротивление должно получаться порядка 80 Ом, а не 800. Так что это как-то странно. Но и это еще не все. Как видим, здесь находится вот такая вот платка, очень своим внешним видом напоминающая блок питания. Ну и в принципе так и есть. Это самый настоящий импульсный блок питания. Он на 12 вольт, как можно понять из вот этой надписи. Единственное, что он без гальванической развязки. То есть здесь один из входных проводов, он соединен с минусом выхода. Поэтому использовать такой блок можно только там, где вы не прикоснетесь к его вторичной части. Ну вот в таком устройстве вполне себе это нормальное решение. Обычно все-таки в тепловентиляторах двигатель питается напрямую от сети, без всяких блоков питания. Иногда используют двигатели постоянного тока, но тогда для них просто ставят диодный мост, даже без какого-либо сглаживающего фильтра. Там он не нужен. Но здесь зачем-то решили поставить практически полноценный блок питания, хоть и без развязки. А давайте теперь посмотрим, что же он питает. Для этого вот эту всю часть надо выкрутить. Ну вот она тут на четырех винтах держится. Да, кстати, местами на винтиках экономят. Ну да ладно, в данном случае это не критично. Ну и сзади видим вот такой вот довольно обычный вентилятор по типу компьютерного. Скорее всего диаметр у него 60 мм. По крайней мере на глаз это так, явно меньше чем 80 мм. Ну и если мы его открутим, то там наверняка будет написано, что это просто вентилятор на 12 вольт, который питается от своего отдельного блока питания. Ну вот такая тут интересная конструкция. Ну и да, самый обыкновенный вентилятор 60-15, ну 60 это диаметр, 15 толщина. И даже есть телефон китайца, который их делает. Пытался клемму отсоединить, в итоге провод просто вывалился. Не очень хорошо обжали на заводе. Ну что, давайте ток померяем, какой потребляет эта штука. Прикольно. Начинается с 0,6 А, но потом ток растет, что весьма не характерно для простых нагревателей типа нехромовых. У металлов обычно наоборот, с нагревом ток падает, сопротивление увеличивается, ток падает. А здесь вот ток доходит уже до 2 А, дошел, а потом опять снижается. То, что он растет, это вообще больше характерно для полупроводников. Но потом каким-то образом вот он стабилизируется. Очень интересно. Ну в любом случае, 1,6 А при 220 В это меньше, чем 500 Вт. Поэтому за тонкие провода переживать не стоит. Они могут на такой мощности при таком токе работать. Ничего с ними не случится. Ну и в принципе это меня даже больше устраивает, чем заявленная мощность. Жаль, конечно, что продавцы обманывают и пишут мощность выше, чем она есть на самом деле. Но вот с точки зрения безопасности, это даже предпочтительнее. Провода не перегреются, вилка тоже. Кстати, у него вот такая вилка, рассчитанная на 2,5 А. Такой ток это все спокойно может выдерживать, поэтому данная штука будет работать. Да и нагреватель, скорее всего, не перегреется. Хоть она разогревается до довольно-таки приличной температуры, но, скорее всего, для него это все-таки безопасно. Вот такое вот интересное устройство. И в итоге мне непонятно две вещи. Во-первых, что это за нагреватель такой? У других продавцов написано, что это PTC, то есть терморезистор с положительным температурным коэффициентом. Это объясняет, почему ток с нагревом падает. Но это не объясняет, почему вначале он наоборот растет. Хотя я нашел статьи, где говорится о том, что у таких нагревателей действительно сначала сопротивление падает, а потом с прогревом растет. Но мне непонятно, это характерно для всех PTC терморезисторов, так называемых позисторов, или те, которые для нагревателей делаются, их специально такими делают, чтобы так оно работало. В общем, это непонятно. И вторая вещь, которая непонятна, это экономическая целесообразность. Данная модель недорогая, но при этом тут и нагреватель хитрый, и радиаторы для него придуманы, ну и стоит импульсный блок питания для компьютерного вентилятора. Так что возникает вопрос, неужели эту штуку сделать дешевле, чем классический тепловентилятор с нехромовым нагревателем и вентилятором на основе двигателя переменного тока. В общем, что думаете, напишите в комментариях. Ну а на этом все. Всем пока.